Путь Зеленского. Не до Гитлер, не до Пиночет. Президента Зеленского в материале Сергея Лебедева специально для Пикинформ. Знаете, какие собаки самые злые? Это не бойцовые породы. Это не немецкая овчарка или доберман. Самые злые бабушкины дворняги. Это такой мелкий кабыздух, который орет, как потерпевший, и все время целится укусить тебя за пятку. Но происходит это только в присутствии его бабушки-хозяйки. Причем на ее подружек он не гавкает. Он нежно и ласково им в глазки заглядывает. Вот такое же ощущение от действий нового президента Зеленского. Приведу примеры. Зеленский крайне похамски наехал на депутата Андрея Иванчука. Он прямо сказал ему, вы зря сюда пришли, у вас есть 175 миллионов. Людям надо построить дороги. Вас переизбрали, значит вы должны построить. Когда депутат сказал, что остался бюджет с прошлого года, Зеленский грубо перебил его и сказал, что от бюджета теперь он отрезан. И пусть ищет 175 миллионов. Мало того, новый президент с гордостью заявил, что знает людей, у которых есть 175 миллионов, и это не очень крупная сумма для них. Также украинский президент сказал, что если депутат его обманет, то он распространит его личные данные, чтобы люди с ним сами поговорили. Это все происходило в Ивано-Франковске. В том же самом Ивано-Франковске Зеленский посетил местный аэропорт. Глядя на раздолбанную излетную полосу, он уже ласковым голоском попросил директора провести ремонт. И самое странное, бюджет нашелся. И не то, что не отрезанный, а прирезали новый. Глава Украины обратился в Министерство финансов, дабы включили в госбюджет на 20-й год стоимость ремонта аэропорта. Мы все заинтересованы в том, чтобы был аэропорт. Государство хочет помочь. Так объяснил этот аттракцион невиданной щедрости Зеленский. То есть, в ремонте дорог в Ивано-Франковской области государство не заинтересовано и помочь не хочет. Пусть депутат сам ищет деньги, другое дело аэропорт. А ларчик просто открывается. Аэропорт Ивано-Франковска передан в концессию компании Скорзанера. А бенефициарами этой компании являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Теперь понятнее стало? Но это надо просто видеть. Как Зеленский орет, нахохливается и грозит всяческими карами тем, над кем он властен, кто ниже Невовой иерархической лестницы Украины. Помните эпическое увольнение чиновников Борисполя? Того самого, которого Зеленский назвал разбойником. Ах, как эпично орал Владимир! Как вытаращивал свои глазки японские аниматоры обзавидовались! А как нежно поглядывает на вышестоящих и их представителей и глазками клепает и смущенно ручонками сучит? Зеленский не настолько жадный до денег, как его предшественник, но он просто обожает власть. Он упивается ею, он по-настоящему ее любит. И это страшно! На встрече с депутатами собственной партии в Трусковце Зеленский провел такое шоу, которое даже Янукович, которого считали параноиком, не устраивал. Депутаты вынуждены были раздеться для досмотра вещей и пройти через рамку металлоискателя. Кроме прочего, их еще и обыскали. Кого ты так боишься, Вовочка? Те, кто тебя уберут в итоге, не депутаты, куда более близкие сотрудники. Это надо понимать. Или власть глаза застилает? Зеленский люто ненавидит всех, кто, по его мнению, посягает на его власть. Кто не раболепствует и не присмыкается перед ним. Ненавидит и тех, с кем вынужден делиться властью. В интернете есть много статей и заметок с попыткой выяснить, кто же такой на самом деле Зеленский. Нового президента всей Украины сравнивают и с Путиным, и даже со Сталином. Хотя Зеленскому больше не дают покоя слава таких знаменитостей, как Гитлер или Пиночет. Зеленский очень любит, когда его хвалят. Все это любят, но многим приятно, когда ценят их заслуги, они просто любуются. Зеленский откровенно радовался, когда его нахваливали за пробежку между фонтанами и выход на пляж в Одессе. Также он до истерики доходил, когда за эти же свершения к нему относились снисходительно или ругали. Гитлер упивался властью. На выступлениях он сам доходил до изнеможения, отдавая всего себя ораторскому искусству, и немцы того времени отвечали ему любовью. То, что он поставил весь народ на грань выживания, на выступлениях не имело значения. Аугуста Пиночет был очень начитанным собеседником. Блистал искрой юмора и умел говорить то, что от него хотели слышать. Пиночет до самой смерти считал себя хорошим человеком и не раскаивался в том, что уничтожил тысячи людей. Как будут жить граждане при Зеленском? А вы еще не поняли? Он исполнил или начал исполнять хотя бы одно из своих обещаний? А вообще-то он ничего не обещал. То, что при нем пытаются устроить суд над Порошенко, так при любом, кто пришел бы к власти, пытались бы, а при некоторых даже судили бы. Это не борьба с коррупцией, это борьба за кормушку. Порошенко со свинорчуками похлебали, теперь пришла пора Коломойского зачистить место перед кормушкой и выжрать все дочиста. А Зеленскому за это отдадут право быть властителем. И не завидую я тому, кто попробует с ним спорить, если Зе считает, что спорящий ниже рангом. На Украине не произошло смены системы, просто сменили рыло у кормушки. Профессиональные рейдеры провели первую в мире операцию по отжатию целого государства, каким бы полуумным оно ни было. Знаете, что делают рейдеры с отжатым имуществом? Дробят и продают. Те, кто считает себя гражданами, будут очень разочарованы. Вы не граждане, вы набор внутренностей, которые можно толкнуть черному трансплантологу. Если на лицо симпатичны, то добро пожаловать на панель. Если нет, и ливер ваш изношенный, будете буряк сажать. У рейдеров нет друзей, нет даже партнеров. Любого партнера они кинут или сожрут. Ничего личного, бизнес. А над всем этим упивающийся властью, как путник в пустыне свежей водой, Зеленский. И над этим не означает, что глава, он просто поставлен властвовать выжившими рабами, наказывать нерадивых дворян и играть роль голобородика. К счастью, Гитлером ему не стать. Не та страна, не тот размах. Да и с Россией только самоубийца будет воевать. Пиночетом тоже не быть. Ему слишком много ниточек к этой марионетке ведет. Так, мальчиш-плохиш в украинском исполнении. Не до Гитлер, не до Пиночет. Вернемся к бабушкиным собачкам. Попробуйте представить, что такая собачка вдруг стала размером с дога. Представили? То, что сделает с гражданами эта собачка, ставшая догом, даже триллером назвать нельзя. Это СНАФ. Автор Сергей Лебедев, не клохматый специально для Пик Информ. Путь Зеленского. Не до Гитлер, не до Пиночет.